Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В пятой беседе на книгу Бытия святитель Иоанн Златоуст говорит нам, что надо над собой вдеть. Враг наш дьявол, как увидит, что духовное богатство наше собрано, приходит в ярость, скрежешит зубами и неусыпно старается как бы найти удобное время и похитить что-нибудь из нашего сокровища. А никакое время так неудобно для него, как то, когда мы беспечны, потому что мы должны непрестанно бодрствовать и заграждать ему доступ к нам. Если он увидит, что мы бдительны, соблюдаем великую осторожность и после одного или двух нападений заметит, что напрасно он усиливается, то, наконец, отступает со стыдом, зная, что не будет ему никакого успеха, потому что мы весьма осторожны. Итак, зная, что мы всю настоящую жизнь должны провождать войне, будем вооружать себя так, как будто враг всегда стоит пред нами и наблюдает. Не задремаем ли мы сколько-нибудь и не доставим ли ему случая напасть на нас? Не видишь ли, как имеющие много денег, когда ожидают нападения неприятелей, заботятся о сохранении своих денег? Иные укрывают их за дверями, за порами для безопасности. Другие закапывают даже в землю так, чтобы никто не мог найти их. Таким образом и мы, собрав богатство добродетели, должны беречь его с великою тщательностью и не выкладывать всем на глаза, но скрывать его в самой надежной кладовой сердце и заграждать все входы, покушающемуся похитить его. Чтобы сохранив это богатство в целости, могли мы при переходе из здешней жизни иметь какие-нибудь запасы на этот путь. Проживающие на чужой стороне, когда хотят возвратиться в свое отечество, задолго стараются из подваль собрать сколько-нибудь запасов, сколько достало бы им на всю дорогу, чтобы иначе не подвергнуться голоду. Точно так и нам, живущим здесь, как на чужой стороне. Все мы действительно странники и пришельцы. Надо бы здесь уже смотреть и заготавливать себе духовные запасы добродетели, чтобы когда Господь повелит нам возвращаться в свое отечество, мы были готовы. И часть этих запасов взяли с собой, а другую отправили еще и наперед. Свойство этих запасов таково, что мы приготовляем себе добрые дела. Кто предупредит нас там, отворит нам двери дерзновения пред Господом и откроет вход, так что мы войдем совершенно безбоязненно и найдем великое благоволение у нашего судьи. А дабы увериться тебе, возлюбленный, что это точно так, подумай только, что подающий щедро милостыню и здесь живет с доброй совестью и как переселится отсюда, находит великую милость у судьи и слышит вместе с прочими эти блаженные слова «Придите, благословенные, Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Матфея 25 глава, 34-35 стихи. Тоже будет и с другими добродетелями, тоже и с исповеданием грехов, и с усердными молитвами. Когда мы в настоящей жизни успеваем омыть грехи исповедью и получить прощение от Господа, то отойдем туда чистыми от грехов и найдем себе великое дерзновение. Но кто в настоящей жизни не смыл своих грехов, тому уже не найти там никакого облегчения, ибо во гробе сказано «Кто будет славить тебя?» 6-й псалом, 6-й стих. И справедливо. Здешняя жизнь есть время подвигов, трудов и борьбы, а тамошнее время венцов, наград и воздаяния. Будем же подвязаться, пока еще находимся на поле битвы, чтоб в то время, когда должно получить венец и награду за труды, не быть нам в числе осужденных, но в числе тех, которые с дерзновением получат венец на голову. Таковое вступление сказано вашей любви не даром и не без цели, но потому что желаю каждый день напоминать вам о добрых делах, чтоб вы, делаясь совершенными и сияя добродетельной жизнью, стали безукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными и светлыми, как светильники в мире, уча словом жизни в похвалу нам в день Христов, чтоб в одном, одним видом своим приносили вы пользу тем, кто бывает с вами, и чтобы вступающие в беседу с вами получали общение в присущем вам духовном благоухании и добродетельной жизни. Ибо как сообщество злых вредит общающимся с ними по слову блаженного Павла худые сообщества развращают добрые нравы 1 Коринфянам 15 глава 33 стих так и сообщество добрых весьма полезно сближающимся с ними. Поэтому-то человеколюбивый Господь наш и попустил жить добрым вместе со злыми, чтобы эти получили пользу от сообщения тех и не оставались навсегда во грехах, но имея постоянно пред глазами пример тех, извлекали из него себе назидание. Сила добродетели такова, что и не делающие ее весьма уважают ее и отзываются о ней с великою похвалою. Точно так же и порог постоянно осуждается даже теми, кто делает его так, кто всем виден и приметен и едва ли кто станет, когда хвалится им. Но удивительная вещь, что замышляют на деле выполнить, то часто порочат словами и стараются скрыть от народа. И этим Бог показал свою любовь к роду человеческому, что в каждом из нас поставил нелицеприятное судилище – совесть, которое делает строгое различие между добром и злом. А это-то особенно и лишит нас всякого оправдания, потому что мы впадаем в грехи не по неведению, но по обеспеченности душевной и не по нерадению, а добродетели. Имея это в уме своем, ежечасно, будем усердно заботиться о своем спасении, чтобы между тем, как время будет проходить, мы своей беспечностью, сами того не ведая, не причинили себе величайшего вреда. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.